Привет! В этом видео я покажу готовую систему для ведения блога, применив которую ты сможешь настроить свои алгоритмы так, что у тебя будут регулярные подписки и регулярные заявки на твои услуги, на твои продукты. Сначала расскажу о 8 важных пунктах, которые мы сегодня разберем. Первое это стратегия, это самое важное, на что мы будем основываться при ведении блога ежемесячно. Второе это позиционирование, кто вы для своей аудитории, в каком образе вы будете представлять себя для своей целевой аудитории и в принципе для всех. Третье это упаковка аккаунта, это шапка профиля, имя, актуальная аватарка и так далее, это мы тоже разберем, я подробно расскажу как их составить, как правильно сделать так, чтобы они сами за себя продавали. Четвертое это форматы, понять что лучше сейчас заходит в роликах и что лучше снимать. Пятое это идея, о чем рассказывать в роликах, на какие темы снимать соответственно. Шестое это структура ролика, это важный этап, потому что здесь мы разберем как сделать правильную продающую структуру ролика, чтобы он соответственно продавал сам за себя. Седьмое это съемка и монтаж, что снимать, как снимать, в каких локациях и соответственно где монтировать. Восьмое это монетизация и воронки, это заключающий блок, здесь мы поговорим как сделать так, чтобы через ролик приходили подписки и приходили заявки на ваши услуги, на ваши продукты. Это видео я сделала максимально полезным, потому что все блоги, которые мы разберем в этом ролике, их часто продают на больших курсах за просто огромнейшие деньги. Но моя цель это четко, структурно, полезно вам рассказать о каждом этапе, чтобы вы смогли, посмотрев этот ролик, уже начать делать свои первые ролики, начать вести аккаунт, его упаковать и делать все структурно и правильно. В процессе всего рассказа я буду основываться на одном важном элементе продвижения, это рилс. Рилсы это бесплатный способ продвижения, но у них есть сложность. Сложность в том, что нужно научиться правильно их делать, чтобы алгоритмы были правильно настроены в вашем аккаунте, для того, чтобы соответственно ролики вы залетали в рекомендации. Рилсы особенно нужно снимать, если вы начинающий блогер, когда у вас рекламный бюджет еще до 50 тысяч, а в блоге до 500 тысяч подписчиков. Это лучший вариант для новичка, чтобы продвигаться. Ну а если вы, например, уже действующий блогер, у вас есть уже аудитория больше тысячи подписчиков, у вас есть уже рекламные бюджеты, то рилсы это является все равно одним из ключевых способов продвижения для вас, потому что с помощью них вы можете не только привлекать новую аудиторию, но и прогревать ту аудиторию, которая у вас уже есть в блоге. На покупку тех же самых услуг или для того, чтобы они просто не забывали, как вы выглядите, о чем вы говорите и знали вас всегда в лицо. Ну что ж, начнем со стратегии. Стратегия, повторюсь еще раз, это очень важный план, на который мы основываемся ежемесячно. Самое первое и самое важное, это нужно сделать анализ целевой аудитории, именно для стратегии. Анализ целевой аудитории я всегда советую всем делать через Каздеф. Это можно сделать опрос своей аудитории, понять их боли, понять их страхи, понять, чего они боятся, какие вопросы их интересуют именно в вашей нише, в вашем сегменте, чтобы в дальнейшем, кстати, основываясь на этих болях и страхах вашей целевой аудитории, вы прописывали свои темы. Но это мы поговорим в блоге про идеи как раз. Далее нам необходимо провести анализ форматов. Например, в аккаунте по перманенту я анализировала форматы так. Сначала я смотрела те ролики, которые набирали много просмотров, и, соответственно, анализировала структуру этих роликов, с чего человек начинает, чем заканчивает, какие там рабочие связки и так далее. То есть сделала полный анализ этих роликов, которые залетели уже у других конкурентов в нише перманента. Также я анализировала съемку, подачу информации, в каком формате, на каких ракурсах снимают и так далее. И, соответственно, выписывала это все, делала анализ форматов. Далее мы тестировали эти форматы и, соответственно, уже смотрели, что лучше заходит аудитории, а что заходит не особо. Ну, соответственно, что заходит не особо, мы просто убрали, а что заходит лучше, мы продолжали это масштабировать. Исходя из всего этого, дальше нужно будет прописать таблицу. Таблица может выглядеть абсолютно по-разному. Самая простая состоит примерно вот таким образом. Например, вы можете просто стрелочками обозначить, какое количество роликов, на какие форматы вам нужно снимать. И, соответственно, определить форматы, определить количество роликов, везде написать. И в самом начале, как здесь, написать количество роликов общие. Там 15, 20 роликов, 30 роликов. И, соответственно, это все поделить, посмотреть, что лучше. Дальше мы переходим к позиционированию. Это тоже важная часть, потому что это ваш образ. Как вы предстоите, да, в каком образе вы предстаете перед своей аудиторией, соответственно. Потому что как раз на позиционировании в дальнейшем будет выстраиваться ваш личный бренд. При позиционировании я всегда привожу очень яркий пример. Пример бренда Золотого Яблока. Это всеми любимый бренд косметики. У них позиционирование очень классное. То есть, несмотря на то, что они делают яркие зеленые упаковки, которые запоминаются абсолютно всем, они еще делают очень классные смыслы. То есть, чтобы человеку хотелось возвратиться, они делают атмосферу спокойствия, атмосферу такого счастья, радости. Соответственно, именно у них позиционирование такое, что они яркий, классный бренд, который вызывает эмоции. Именно поэтому чаще всего, когда мы разговариваем о косметике, мы вспоминаем о Золотом Яблоке. Нам хочется туда возвращаться, нам хочется там покупать косметику. Не важно, сколько, ну да, не важно, каких денег она стоит. Может быть, где-то стоит дешевле. Но из-за своего личного бренда они выиграют, потому что они запоминаются. И у вас должно быть то же самое. Вы должны запоминаться, а не быть, ну, как бы не быть таким же, как и другие. Вы должны выделяться среди конкурентов, и это действительно важно. Вот знаете, и также в пример могу привести, вот в плане позиционирования. Я недавно общалась с девушкой, со стилистом. Она была у меня на консультации, и мы с ней общались про ее позиционирование в блоге. Так вот, она мне сказала такую очень важную, интересную вещь, что оказывается, перед стилистом она просто шила одежду и решила немножко поменять сферу. Так вот, почему-то она этого стеснялась. Но, на самом деле, вы представьте, когда она стилист, она знает, как правильно подобрать одежду, но ее прикол, такая вот, ее особенность еще в том, что она может людям не только подбирать образы, она может, например, если она видит, что человеку что-то подходит, она может это шить. То есть она может это сделать сама. Она намного лучше понимает, как сидит тот или иной фасон на человеке, да, и какой образ ему лучше подойдет, да, под его, например, там, тип фигуры, под его темперамент и так далее. И вот как раз я и сказала, что, в принципе, это отличное возможно для того, чтобы выделяться среди конкурентов, потому что пока я не видела на рынке стилистов, кто до этого еще шьет сам одежду и может так более точно и хорошо разбираться в фасонах. Кстати, пример позиционирования очень открыто показывают блоги. Смотрите, например, вот этот блог. Здесь сразу палитра в бежево-белых оттенках, очень такой теплый, классный вайп от этого блога. Здесь сразу видно, что здесь про спокойствие, про счастливую жизнь, про материнство, про детей, потому что сразу видно, что там дети, мама, все очень стильно, красиво оформлено. В этом блоге хочется оставаться, хочется наблюдать за автором этого блога. Или, например, вот этот. Он более такой яркий, более такой стильный. В повседневной жизни, конечно, мы понимаем, что мы так открыто, ну, не все так открыто одеваются, поэтому, например, в этом блоге можно сразу понять, что здесь девушка, в принципе, про, возможно, женскую реализацию, про контент, визуал, блог, деньги, саморазвитие, мотивация, стиль и так далее. То есть здесь сразу видно, то есть вот как позиционирование влияет на понимание сразу аудитории, о чем этот блог. Кстати, более четкое и подробное позиционирование я разбираю с девочками на своих личных консультациях. Они получают четкий, развернутый план, как действовать, что им снимать, как себя подавать в блоге, какие особенности показывать в блоге свои и так далее. То есть как делать так, чтобы развивался их личный бренд. Далее мы переходим к упаковке профиля. В упаковке профиля самое основное это шапка профиля. Шапка профиля, я всегда объясняю, как ее оформить на трех важных элементах. Первое это наше достижение и цель, она обязательно должна быть связана с нашей нишей. Второе это пишем, чем мы можем помочь человеку. И третье пишем призыв к какому-либо действию. То есть это может быть запись на консультацию, это может быть прочтение какого-то бесплатного гайда и так далее. Разберем на примере достижение. Обучила более 150 учениц, поднялась от мастера до владелицы сети салонов или сделала на ресницах 30к, только с еще одним ноликом. Чем можем помочь? Обучение по наращиванию ресниц или базовое обучение перманенту? Призыв анкета, предзаписи или бесплатные консультации или бесплатный гайд? Далее переходим к аватарке. Я вас умоляю, пожалуйста, не ставьте чужие лица или какие-то стильные фотографии из Пинтереста. Смотрите, ставим всегда свое лицо. Оно должно быть хорошо видно, хорошо освещается. Можно, кстати, сейчас тренд пошел на анимированные рисованные аватарки. То есть можно даже не заморачиваться с профессиональной съемкой, а просто поставить себя на какой-нибудь яркий классный фон, дополнить это элементами и вот вам вуаля будет классная хорошая аватарка. Самое главное, постарайтесь сделать аватарку такую, чтобы она была с эмоцией, чтобы она привлекала внимание и если у вас в блоге нету какого-то определенного стиля, да, например, нету какой-то супер такой эстетики, постарайтесь сделать аватарку яркой и классной, чтобы она запоминалась, потому что именно она в сочетании с упаковкой профиля и в принципе с вашим визуалом всегда хорошо смотрится и запоминается о вашей аудитории. Далее переходим к имени. Смотрите, самое важное имя вы можете менять в течение 14 дней только, то есть только через 2 недели, поэтому будьте осторожны, внимательно смотрите на ошибки при написании имени и при его выкладке. Далее в имени всегда самое основное. Желательно пишите имя, фамилию, чтобы вас люди запоминали как зовут. Также мы пишем город, если вы привязаны к местоположению. На примере моем я продюсирую ролики и мне нужно ездить на съемки. Так как я живу в Москве и пока снимаю только в Москве, то я всегда пишу, например, в имени Москва, то есть продюсер Рилс, Москва, монтаж видео. Далее переходим к актуальным. Если вы эксперт, вы продаете свои услуги, вы продаете обучение, продукты и так далее, то вам обязательно нужно знать про 3 актуальных, которые 100% должны быть в вашем блоге. Первое это обо мне, второе это о вашей деятельности и третье это отзывы, то есть мнение людей о ваших услугах, о вашем продукте, о вашей работе и так далее. То есть это 3 актуальных, которые будут одновременно прогревать человека, ну то есть без вашего присутствия. Уже далее вы сможете добавить актуальные, которые будут связаны, возможно, с вашими воронками или какими-то запросами аудитории, интересами. Например, вы стилист, ваша аудитория просит сделать актуальное о классных бюджетных находках, например, лонгсливов, да, то есть одежды на осени. То вы делаете отдельные актуальные находки с ВБ, да, там находки с ВБ Озон и делаете это актуально. Или же актуальные могут быть связаны с воронками, это подробнее мы обсудим в последнем блоге в монетизации и воронке. Далее мы переходим к форматам. На этом этапе нужно сделать очень хороший анализ форматов, анализ роликов, посмотреть, что лучше залетает в ваши ниши, что лучше набирает актива у ваших конкурентов. И, как я уже повторюсь, не копировать, а просто проанализировать и посмотреть вообще, какие темы, какие форматы лучше заходят. Расскажу про самые популярные форматы и те форматы, которые одновременно хорошо заходят и работают, и всегда, в принципе, их многие используют, зависит только от вашей подачи и от оформления этих форматов. Первое это формат за кадром, формат стори-тейлинга. В формате за кадром здесь будут примеры. Смотрите, формат за кадром это когда вы делаете склейку кадров, делаете какой-то прикольный монтаж и на фоне вы уже озвучиваете голосом свой ролик. Дальше, второй формат это говорящая голова. Смотрите, говорящая голова не должна быть однотипной, сейчас она уже не так хорошо заходит. Если только вы не привлекаете голосом, харизмой, своей уверенностью, да, то тогда вам нужно говорящую голову делать интересней. Здесь можно ее делать с более таким прикольным монтажом, возможно добавлять анимации, обязательно добавлять субтитры и так далее. Здесь тоже будут примеры говорящей головы, как она выглядит. Говорящая голова это очень хороший формат, потому что он всегда ставит вашу аудиторию в позицию ученика. И заведомо ваша аудитория, она начинает слушать вас и понимать, что вы действительно в этом эксперт. Если, конечно, вы действительно рассказываете хорошую информацию, не какую-либо фигню. Кстати, скажу интересный факт. Я работаю с девчонками в бьюти-сфере, в сфере стиля, и там очень хорошо заходит тоже говорящая голова. На самом деле, говорящая голова, она может очень хорошо прогревать даже ту аудиторию, которая у вас уже есть в блоге, и спокойно покупать ваши продукты, записываться на ваши услуги. А третий формат это формат сценки. Здесь тоже будут примеры, как они выглядят. Сценка это формат, в котором вы можете не только снимать смешнявки, но и соединять вместе с экспертностью. Подавать информацию в таком формате очень легко, потому что зрителям она воспринимается классно и запоминающейся. То есть вы можете придумать какие-то классные, прикольные сценки со своей нишей. Это может быть абсолютно ниша бьюти. Я со своими клиентами абсолютно обожаю снимать такие сценки, потому что, если мы понимаем, что в аккаунте они работают, то мы на них делаем больше упор. Кстати, у меня есть очень классный кейс по блогу с перманентным макияжем, и там мы достаточно много делаем акцент на сценках. И они действительно у нас хорошо заходят, потому что мы туда вшиваем рабочие связки, воронки и, в принципе, такие экспертные смыслы про перманент. Дальше у нас идет формат диалог-подкаст. Сейчас они очень хорошо заходят, особенно в сфере маркетологов, торкетологов, экспертов таких твердых по продвижению, поведению блога. Но, смотрите, диалоги и подкасты, они, во-первых, как работают. То есть их хорошо делать, если вы снимаете какие-то, в основном, большие ролики на YouTube-канал, и потом монтажеры или вы сами уже режут, пилят на какие-то важные моменты на ролики. И просто накладывают субтитры, хороший монтаж, и вот у вас получаются вот эти диалоги-подкасты. Можно, конечно, сделать диалоги-подкасты, в принципе, прийти и как бы это самим записать, но это будет очень затратно и по времени, и по силам. Поэтому, если вы не снимаете какие-то большие ролики, то этот формат лучше просто сразу убрать. Если снимаете, то он хорошо работает, это даже экономия вашего времени, потому что вы сразу убиваете двух зайцев. Вы снимаете и там ролики, и публикуете, например, свои другие соцсети. Следующий формат это говорящая голова плюс видеофон. Такие форматы сейчас очень хорошо заходят почти во всех нишах, особенно, когда вы рассказываете какие-то прикольные новости. Здесь, кстати, будут форматы вот как раз говорящей головы с видеофоном. С этим форматом вы можете делать разборы каких-то других залетающих роликов, да, если это соответствует вашей нише. Также вы можете показывать, например, если у вас блок также по перманенту или блок стилиста, вы можете показывать, например, какие работы, то есть как отличить плохую работу от хорошей работы по перманенту. Или если вы стилист, то вы можете показать, как отличить хороший образ, да, вы можете показать, как отличить хороший образ, из чего он состоит, на что нужно обратить внимание. Такой формат тоже будет хорошо заходить, он необычный, он при этом сзади у вас идет фон, и при этом у вас идет говорящая голова, то есть вы не эстетично, а что-то вы рассказываете, но при этом говорите на камеру. Кстати, все эти форматы, их преимущества или наоборот даже минусы той или иной сферы мы подробно с девчонками разбираем на моих личных консультациях, мы четко разрабатываем план, какие форматы нам нужно снимать. Я провожу четкий анализ, и у них есть структурный план для ведения своего аккаунта, даже не нужно запариваться. Например, на полном продюсировании аккаунта мы делаем более глубокий анализ форматов, их тестируем, узнаем, какие лучшие залетают, масштабируем, увидим, какие лучшие не залетают, их убираем, и в принципе работаем над тем, чтобы алгоритмы выстраивались очень хорошо под наши форматы и работали на нас. Дальше у нас будет идея. Вот как раз этот блок я хочу подробно разобрать на одной из бьюти-сфер ниши перманента. Сейчас мы составим с вами такой небольшой контент-план по нише перманенту, да, какие там можно снимать идеи, и в принципе какие можно снимать рубрики для такой ниши. И, кстати, девчонки, если здесь будет по перманенту, вы можете брать просто готовый контент-план и снимать ролики, это отличная возможность, поэтому обязательно смотрите. Первая идея это звезды и бренды. Это такая большая рубрика, например, вы можете разобрать перманент звезд с триггерами, вшить туда боли, страхи вашей аудитории. К примеру, как брови Оксаны Самойловой влияют на мимику, да, то есть не обязательно говорить перманент, можно просто сказать брови, это более обширное понимание, и это будет всем интересно. То есть здесь вы заведомо привязываетесь к уже известной личности, пока о вас еще никто не знает, и создается у аудитории все равно интерес к этому ролику, и его действительно будут смотреть. Дальше, вторая рубрика, это идеи по запросам ЦА. Как я говорила ранее, при анализе своей целевой аудитории мы делаем, по-хорошему нужно делать КАЗДЕВ. И вот как раз здесь эта такая рубрика, эта тема, идея, основываясь на болях и страхах вашей целевой аудитории. То есть вы делаете здесь больше экспертные ролики, продающие либо вас как мастера по перманенту, да, либо же продающие там, допустим, на ваше обучение, там, для мастеров по перманенту новичкам и так далее. К примеру, кто-то снял видео, которое хорошо залетело и набрало много актива, про межресничку. Да, вы можете его не копировать, но вы можете взять эту идею, да, подумать о том, что так, межресничка, о ней я еще не говорила. Можно как раз взять идею, к примеру, правда ли, что после межреснички болят глаза. Это будет интересно всем, и, в принципе, это достаточно на широкой аудитории. Люди, в принципе, не слышат тут слова перманента, не слышат просто межресничка, им сразу интересно, что это. Третья рубрика — это разрушение мифов. Здесь вы можете прям взять открыто те мифы, те какие-то страхи, да, какие-то заблуждения людей, которые думают что-то о перманенте, да, к примеру, многие думают, что там после перманента брови сразу посинеют, как после татуажа, да, или там, что после перманента губ появятся герпесы и так далее. То есть вот такие мифы взять, их очень легко узнать, и, к примеру, вот как я говорила, пример видео — это после перманента губ появился герпес. Правда ли? Да? И раскрутить эту тему, сказать, что нет, там при качественном перманенте, при хороших сертифицированных материалах это не появляется и так далее. Четвертая рубрика — это рубрика, которую, в принципе, я выявила с помощью анализа и тестирования форматов на аккаунте у моего клиента. Смотрите, это рубрика наоборот. Объясню на примере, к примеру, как выкинуть деньги на перманент и остаться ни с чем. То есть здесь вы должны вот такой играючей, более смешной форме сказать, что, да, к примеру, там, после перманента обязательно сходи в баню, после перманента обязательно там потри глаза и так далее. То есть подать это так, что это нужно делать, но на самом деле этого нельзя делать. И то есть это соберет много актива у вас, потому что человек сразу будет триггериться, типа, в смысле, это же говорят, что нельзя делать, а почему вы говорите, что можно? Это такая рубрика наоборот. Но самое главное здесь не переиграйте, да, то есть в меру экспертности, в меру юмора и так далее. Пятая идея рубрики, к примеру, это может быть микропольза или идеи формата «как». Смотрите, здесь вы должны дать небольшую, такую маленькую микропользу и вшить туда обязательно инструмент, да, то есть вшить туда связку на подписку. Это будут конверсионные ролики, это будут экспертные ролики, они будут в основном прогревать ту аудиторию, которая у вас есть, но они должны быть. Зачастую они действительно набирают меньше, чем ролики на охваты, и это нормально абсолютно, потому что они просто конверсионные, они заставляют человека купить тот или иной продукт, да, там, записаться на услугу, прийти на обучение и так далее. Здесь, к примеру, как часами не краситься по утрам, как ухаживать за перманентом, да, как быть ухоженной и счастливой без боли и уколов, как иметь хорошую мимику лица без пластических операций и так далее. То есть такого формата видео они тоже хорошо заходят, они конверсионные, их нужно делать. Шестое — это статьи журнала «Эксперименты. Информация из интернета». Смотрите, с этой рубрикой нужно быть очень аккуратной, здесь нужно рассказывать о том, например, придумать какой-то классный эксперимент, придумать какую-то классную рубрику со звездами. К примеру, да, цветотипы звезд, то есть вы можете разобрать, да, например, в интернете ввести там цветотип Джулии Робертс, да, Эни Хэтуэй, и, например, разобрать их цветотип, да, там, у Эни Хэтуэй, там, цветотип осени и так далее. В общем, рассказать подробно, в принципе, про такие цветотипы, как вообще, какой перманент можно для них сделать и так далее. То есть эта рубрика тоже хорошая, она будет, кстати, на охваты, потому что эти, ну, таких звезд, много кто знает, и будет интересно, в принципе, что такое цветотип, да, как его вообще определить и так далее. Далее переходим к структуре ролика. Это мое самое любимое. Смотрите, здесь на экране я вам покажу с примерами наглядными, как выглядит структура ролика и вообще из чего она состоит. То есть самое первое, это у нас идет заголовок, потом у нас идет вовлечение в тему, триггеры, страхи, боли, дальше у нас идет объяснение, что делать, как решить, четвертое подводка к итогу выводу и пятое это связка, да, то есть, к примеру, там, пиши в комментариях такое-то слово и забирай 10% скидку на перманент любой зоны в нашей студии и так далее. То есть последнее это связка. Такая структура ролика, она очень хорошо продает, потому что в этой структуре слышно ваш голос, видно вашей работой, вы показываете себя как эксперта, вы показываете наглядно человеку свои работы, он уже заведомо прогрет тем, что вы делаете хорошо, и ему в конце, если вы добавляете связку, нужно только понять, какое действие сделать, чтобы к вам записаться и прийти на услугу. Кстати, самое главное, в таких роликах, вот как я говорила, в структуре можете заметить, очень важно давить на боли и страхи целевой аудитории, и это, кстати, нужно делать, как говорила ранее, в стратегии при анализе целевой аудитории. Я же сначала сказала, что в стратегии, то есть стратегия это самое важное, на чем вы будете постоянно основываться. Вот, пожалуйста, структура ролика, она основывается на анализе целевой аудитории тоже. Кстати, здесь я прикреплю еще обязательно скринти, это частые ошибки, которые не стоит, никогда не нужно делать в своих роликах. Дальше мы переходим к съемке монтажа, тоже моя любимая часть, обожаю съемки, обожаю монтаж, креативить. Смотрите, значит, расскажу сначала про съемку, вообще варианты каких локаций, где снимать, да, можно свои ролики. Вот здесь на экране будет прям подробный список этих локаций, но расскажу о наиболее таких самых прикольных локациях для новичка. Это либо дома снимать, сделать хорошую такую видеозону, да, хороший задний фон, глубокий фон, добавить растения, кстати, хороший лайфхак, добавить глубокий свет, какой-то приятный. И также можно снимать в локациях, например, в каких-то тихих, спокойных ресторанах, если это лето, то можно снимать на верандах вообще спокойно, да, обязательно, кстати, берите петличку, чтобы она была с шумоподавлением, если вы будете говорящую голову снимать. И можно, кстати, снимать и в таких кофейнях, кафешечках красивых, с классными локациями, если вы живете в таких больших городах-миллионниках, да и, в принципе, в маленьких регионах тоже есть очень классные, всегда такие, знаете, типа локальные кафешечки, где, ну, 100% есть красивый вид, красивые локации, что можно даже ничего не покупать домой, просто пройти, записать и пойти счастливым, да, смонтировать ролик и выложить его. Поэтому обязательно скриньте эти локации, тоже запоминайте, вот, чтобы у вас был такой разноформатный, ну, разноплановый задний вид на кадрах. Я, например, обычно своих клиентов собираю на съемку как? То есть сначала я скидываю подробный план, мы определяемся с луками, обязательно говорю, какие образы нужно брать, да, там обязательно 2-3 образа. Мы определяем четко локацию, если это ресторан, если это кафе, мы заранее бронируем, если это студия, то тоже заранее бронируем, об этом тоже договариваюсь всегда. Также мы выбираем весь реквизит, который нужен, который необходим нам при съемке, соответственно, организовываем эти съемки и потом организованно также снимаем эти ролики. Для удобства я всегда, кстати, прописываю еще заранее план, вы можете себе тоже его прописывать, чтобы на съемках не переживать, не стрессовать и четко ориентироваться, ориентируясь на него, да, идти четко плану и записывать ролики. Я обычно всегда клиент, такие дела, небольшие напоминалочки закрепляю в наших чатах прям, или иногда печатаю на формате А4, приношу на съемки, то есть там я прям четко, ну, вот, четко в таких напоминалочках вы можете прописывать, что отснять, озвучки для каких видео отснять, в каких локациях, да, в какой позе отснять, я даже иногда делаю скрины, да, каких-то понравившихся роликов, да, если, например, интервью, подкаст, мы иногда снимаем такие разговорные форматы, делаю скрины, да, как, в какой позе нам лучше заснимать, поэтому делайте обязательно такие напоминалочки, они очень хорошо работают и помогут вам на съемках. Далее мы переходим к монтажу, в монтаже я использую 5 очень полезных приложений, которые мне действительно очень помогают, вот здесь будет списочек, тоже обязательно его скриньте, смотрите, сейчас такая насущная проблема, многие говорят, что капкат становится платным, но смотрите, вы можете либо приобрести платную подписку, для того, чтобы монтировать ролики, в принципе, я так и сделала, потому что мне удобнее для капката, я, в принципе, привыкла в нем работать и там часто монтирую, вот, либо вы можете взять программу VN, тоже будет здесь написано и показано, как она выглядит, в программе VN все то же самое, что и в капкате, только немножко неудобный интерфейс, поэтому, если все-таки вам нравится больше капкат, то либо нужно будет приобрести платную подписку, либо тогда нужно будет научиться в VN работать, потому что там достаточно, там, да, неудобный интерфейс, но он похож чем-то на капкат. Также это летошрифты, это просто обожаю, часто, кстати, использую еще для сторисов, там есть классные подложки, классные стикеры для оформления, также это PreQL, это программа для ретуширования, для цветокоррекции фотографий и видео, и программа My2, это ретуш-видео, из капката сейчас ретуш-видео убрали, в VN не очень хорошо работает, поэтому можете спокойно в My2 загружать и фото, и видео, уже готовые, и там ретушировать, убирать акне, убирать морщинки, убирать прыщики свои, да, на видео и так далее. Итак, ну что ж, теперь мы переходим к самому главному блоку, к самому последнему, так много о нем говорили, это монетизация и воронки. Смотрите, этот блок важен тем, что именно с монетизацией, именно, точнее, именно с воронок, которые вы будете внедрять в свой блог, будут приходить подписки и будут приходить заявки на ваши услуги, потому что воронка, я всегда говорю, это такая маленькая протоптанная дорожка вами, по которой должен прийти человек, чтобы понять, какие действия ему нужно сделать в блоге, да, чтобы прийти там, либо к вашему продукту, к вашему литмагниту, да, к вашей услуге и так далее. Кстати, обязательно в воронке должен быть литмагнит, здесь прикреплю подробные варианты, как этот литмагнит может выглядеть, это может быть полезная статья, это может быть чек-лист, это может быть вообще видеоразбор, да, каких-то видео, это может быть просто видеоролик и так далее, то есть обязательно должен быть литмагнит. Литмагнит, он часто используется для подписки, такая хорошая мотивация, да, чтобы подписаться и получить этот литмагнит в блоге, и также это небольшая польза, в которую вы обязательно должны вложить намного больше ценности, чем это того стоит, чтобы человек, прочитав его, действительно заинтересовался вами, вашими услугами, вашим продуктом. Самое лучшее приложение для воронок это Chatplace, и сейчас я вам покажу, какие можно сделать воронки, их будет два вида, которые часто используются и наиболее хорошо работают, в принципе, которые я внедряю что себе, что своим клиентам. Первая воронка это Reels, кодовое слово в коммент или сразу в директ, дальше перекидывает в директ, литмагнит дается, продажа мини-продукта, потом с продажей мини-продукта вы с него можете продавать уже на большой продукт. Вторая воронка это Reels, актуальный закреп, директ, также переводят в директ, и там уже либо литмагнит, либо вводите на созвон. Итак, внимание, самую главную заключающую вещь по поводу роликов хочу сказать, это то, что результаты по роликам нужно смотреть через желательно 30 роликов через месяц, потому что именно за месяц алгоритмы хоть как-то более-менее могут выстроиться, и вы можете посмотреть статистику, понять, что лучше заходит, да, и вообще какая лучшая воронка, кстати, работает. Поэтому всегда советую внедрять сразу несколько воронок, вот можете сразу внедрить вот эти две воронки, и посмотреть, какая воронка лучше в вашем блоге, в вашей нише будет работать, потому что везде по-разному. Итак, ну что ж, мы подытожим немножко информацию, смотрите, Reels действительно работают, например, вот такого кейса своего, кстати, покажу. Здесь у нас до сих пор откручивается ролик, он подхватывает, соответственно, другие, и плюс сценки мы выявили, что это наш такой наиболее классный, любимый рабочий формат. Тут у нас есть и экспертные ролики, есть и конверсионные ролики, конверсионные, которые прогревают то аудиторию, которое уже есть, с этого, соответственно, приходят и увеличиваются продажи, приходят заявки на услуги перманента, косметологии и так далее. Есть просто экспертные ролики и ролики на охваты как раз со сценками, с которых у нас приходит наиболее большое количество человек в блог. Кстати, был очень интересный момент, мы настолько действительно круто снимали эти сценки, что когда, что был такой случай, даже когда клиент пришел в студию и сказал, что запишите меня, пожалуйста, там к этому мастеру, потому что я ее видела в рилсе у вас. Вот, поэтому вот так вот круто, кстати, могут работать ролики на ваш личный бренд. Если вам хочется более подробно поработать со своим блогом, погрузиться в тему ведения блога, и, соответственно, увеличить узнаваемость вашего личного бренда, вашей студии, да, возможно, вашего продукта, хотите увеличить заявки на услуги и сделать так, чтобы ваши ролики набирали хорошее количество просмотров и приходили регулярные подписки, то у меня есть моя основная услуга, это продюсирование рилсов под ключ, где вы абсолютно не тратите время на ведение блога, блог начинает работать на вас, увеличивается ваша узнаваемость, а над блогом работаю я со своей командой. Туда входит и разработка стратегии, и монтаж, и съемка роликов, и полный анализ вашей целевой аудитории, ваше позиционирование в блоге и так далее. Однако, если вы запутались и не знаете, как вести свой блог, хотите сами в нем разобраться, хотите сами его вести, понять, как набирать эти долгожданные просмотры и приводить подписчиков, то у меня есть услуга личной консультации, это встреча онлайн, созвон на 2,5-3 часа, где вы подробно получаете эффективный, четкий, структурный план, как действовать в блоге, также вы получаете ответы на все волнующие вас вопросы по блогу, также мы подробно работаем над упаковкой профиля, точно разбираем посты, получаете фишки, как круто и прикольно монтировать ролики, также разбираемся в форматах и идеях, мы анализируем их, и я также помогаю вам выстроить вот этот четкий подробный план, эту стратегию, как вам двигаться, чтобы получать и подписки, и заявки. Если же вас заинтересовал мой основной продукт, вы хотите поработать над своим блогом, или же наоборот, хотите вести блог сами и поработать со мной на личной консультации, то оставляйте заявку по ссылке в описании под этим видео, и я обязательно с вами свяжусь в ближайшее время. Поэтому всем хорошего дня, всех целую, пока-пока.